Вы когда-нибудь путешествовали? И если да, то замечали ли вы, что люди в разных странах одеваются совершенно по-разному? И если никогда ранее вы не покидали пределы своей страны, как вы думаете, почему, несмотря на то, что большинство людей по всему миру одевается в одинаковых магазинах, все равно стиль горожан разных стран отличается. Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и сегодня я расскажу вам о том, как же одеваются девушки в разных странах мира. Расскажу, как повторить стиль той страны, которой посвящено видео. Первой в этом списке стала Англия. Как же одеваются девушки в Англии? Что им кажется красивым, а что они обычно не носят? Есть ли какие-то отличия между нашими, например, странами, и если они есть, то в чем же они заключаются? Давайте начнем с того, что поймем, в чем вообще заключается основа британской моды. Вообще англичане славятся своим стрит-стайлом. Он базируется на темных оттенках, в почете стиль гранж и неряшливость, нарочатая или спонтанная, но при этом сохраняется некая классическая и элегантная подача всего образа. Он не кажется вымученным и прилизанным. И как бы это странно не звучало, все-таки где неряшливость, а где шик и элегантность, именно британцы знают, как совмещать эти две грани в идеальную подачу. И отличный, свежий и бунтарский лук. Безусловно, что в зависимости от социального класса или от принадлежности к той или иной субкультуре, различия какие-то могут быть. Но в этом видео я хочу воссоздать общую картину, общую картину стиля, именно в том виде, в каком вы бы его увидели, если бы приехали в эту страну. И, безусловно, хочу показать вам, как этот собирательный образ можно адаптировать. Я хочу повторить в первую очередь вечный тренд, который, как мне кажется, просто идеально подойдет и для наших отечественных реалий, и тренды многослойность. Мне кажется, принцип многослойности идеально подойдет и для нашей страны. Это легко повторить, кстати. А главное, это всегда выглядит крайне уместно и крайне круто. Совместить топ с шерстяным кардиганом и поверх этого накинуть еще кожанку? Отличный выбор. Отличный выбор и излюбленный метод, обусловленный не только стремлением сочетать разные текстуры, но еще и погодой. А погода тут меняется довольно часто. Вот как вариант. Я надела черные джинсы, взяла серый топ, поверх накинула кардиган и надела кожанку. Мне кажется, что выглядит это очень здорово. А главное, мне тепло, несмотря на то, что на улице довольно правомозгло. Кстати, чтобы повторить такой лук, по сути-то и не требуется каких-то особенных вещей. Ну а топ всегда можно заменить, например, на футболку, если у вас нет вдруг топа или если вам в топе некомфортно. Кардиган же можно заменить, например, на жакет, а кожанку можно заменить на тренч. И вот, пожалуйста, все та же самая многослойность. Тут особенно любят джинсы скини и предпочтительно темных оттенков. В особом фаворите черные. Я не люблю обобщение, но в основной массе жители Британии не отличаются излишней худобой и тонкостью. Ну, в отличие от тех же жителей, например, азиатских стран. И поэтому темные джинсы визуально помогают англичанкам выглядеть более стройно. И к тому же черные джинсы с высокой талией всегда выглядят стильно и элементарно комбинируются с другими вещами. Кстати, в выборе страны мне помогли мои подписчики в инстаграме. Поэтому, если ты еще не подписан на мой инстаграм, обязательно подпишись и следи за всеми моими обновлениями там. Знаете, что еще очень любят британки? И чем они сильно отличаются от, например, русских девушек? У них в почете солнечные очки в любое время дня и года. И особенный фаворит тут так называемая кошачья форма в черном моноцвете. Ну, наверняка вы неоднократно уже встречали такие фотографии. И обратите внимание, что солнечные очки на девушках надеты даже в погоду далекую от солнечной. А у нас же это настоящая экзотика увидеть дамочку в очках и шубке. С сегодняшнего дня я хочу ввести новую рубрику. Я пока еще не придумала какого-то конкретного названия. И я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Может быть, у вас будут какие-то мысли, как можно это назвать. Вот. Безусловно, что мои старые рубрики, например, «Днищий парад», который создан прикол ради, где я рассказываю вам о самых странных лайфхаках, которые только можно себе вообразить. И моя постоянная авторская рубрика «Как стать красивой», они с моего канала никуда не денутся. Но я хочу сделать свой канал еще интереснее. И вот именно добавляя такие видео, я бы хотела как-то разнообразить свой контент. Резиновые сапоги. Помимо того, что это просто must-have, так как Англия славится своей погодой, вернее, ее отсутствием, резиновые сапоги тут могут быть очень крутой частью внешнего облика. Сапоги носят самых разных расцветок и форм. Резиновые сапоги могут выглядеть реально стильно. И они отлично сочетаются с плотными колготками, которые, кстати, тоже в особом фаворе, яркими чулками, которые совсем, правда, немного будут виднеться из-под сапог, и юбкой. И вот, пожалуйста, тот же симпатичный лук в лучших традициях английского стиля. Колготки. Вот что, что очелочно-носочные изделия тут в очень большом почете. И увидеть девушку в шортах поверх колготок, это совершенно нормальная история. И я сейчас говорю совсем не о зимних твидовых шортиках, а вполне себе летних джинсовых. Кому-то это кажется странным, но тут это считается чем-то вроде must-have. Обязательно напишите о том, стиль какой еще страны вы бы хотели увидеть на моем канале. Чем больше будет комментариев за ту или за иную страну, тем больше шансов, что именно она будет следующая в моей этой новой рубрике. Поэтому обязательно пишите про свой фаворит. Шуба. Причем шуба искусственная. И чем более искусственна она будет выглядеть, тем лучше. Шубы носят самых невероятных расцветок. В том числе и обычные, ну и в том числе и леопардовые. Кстати, шубы очень часто сочетаются летней обою. Вообще есть такой прикол у британцев, от которого можно замерзнуть, даже подумав про это. Вот такие картинки встречали? Вы думаете, тут особый случай? Уровня красная, например, дорожка. Вовсе нет. Типичный лук для девушки, которая вечером собирается в паб или в клуб, или на тусовку. Вообще наличие искусственной шубы, в отличие от нашей страны, тут уже в полном порядке вещей. И купить ее можно совершенно спокойно, как в масс-маркете, так и в люкс-магазинах. Разница будет только в цене, по сути. Кстати, одним из самых излюбленных магазинов в Англии является Топ-шоп. Но за счет того, что изначально товар продается в фунтах, этот магазин получается куда дороже аналогичных. Например, Зары или H&M. Ну, вот, например, на мне серая искусственная шуба по цене в 10 тысяч рублей. Не скажу, что она отличается суперкрутым качеством. Да, выглядит круто. Но шубу не хуже вы можете найти в том же американском Forever 21. Это зеленая из Forever. Обошлась мне в 4 тысячи. Чувствуете разницу? Кстати, а вы знаете, что утренний стиль очень сильно отличается от вечернего? Прям просто колоссально отличается. Для очень многих людей, которые впервые приезжают в Англию, становится неожиданностью то, что утром общий вид девушек сильно отличается от вечернего. Например, принцип «встала и пошла», что первая из комода достала, то надела, тут совершенно уместен. Спортивный стиль также фавори. Причем он может быть совсем неряшливым. Даже прям вот совсем-совсем. И это в порядке нормы. Мини-юбки, короткие платья, каблуки. Ну, за исключением массивных тракторских. Все это маловероятно вы встретите утром или днем, если выйдете на улицу в каком-то городе. Ну, разве что за исключением Лондона. Уги, кроссовки, толстовки, джинсы. Иной раз очень домашнего вида. Вечером же ситуация меняется, так что не до конца вообще понимаешь, куда ты, блин, попал. Девушки меняют уги и балетки на высокие каблуки, на сандалии, надевают мини-платье, небрежно накинув на плечи шубу или кожанку. Если в течение дня основное украшение это шарф, совершенно разные формы и расцветки, вязкие, то вечером это уже массивная бижутерия и часто очень ярких цветов. Кстати, в фаворите, как я и говорила в самом начале, некоторая неопрятность, неаккуратность, небрежность. Поэтому, если где-то на одежде разошелся немного шов, если волосы как-то подрастрепались, ничего страшного, это наоборот всегда только в плюс. Смотрите, какой лук можно собрать, который будет выглядеть очень хорошо и как вариант на каждый день. Я более чем уверена, что к тому же есть немало людей, у которых такие предметы гардероба будут в наличии. Белую рубашку надеваем под свитер, надеваем юбку, плотные черные колготки и грубую обувь. Вот и получается. У нас отличный лук в английском стиле. Для полноты картины, конечно же, добавляем солнечные очки, ну и делаем прическу более небрежной или просто оставляем ее на ветру и не расчесываем, и все, готово. Очень надеюсь, что это видео вам понравится. Если оно вам понравится, напишите. Если оно вам не понравится, тоже, пожалуйста, напишите. И желательно максимально развернуто, почему вам оно не понравилось. И чтобы вы исправили, будь на моем месте, потому что я возлагаю очень большие надежды на эту рубрику. И я прям реально надеюсь, что она всем понравится. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А если это так, то ставьте ваши лайки, лойсы, классики, пальцы вверх. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. И что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч!